Сучастная экономика развивается динамичной потребой постоянных пошуков новых кропок росту. Делю в доскональваниях этой глины развития громадства на диалоговой плясовце были обмеркованы наибольшь актуальные пытания, связанные с инновационными процессами, инвестициями, проблемами приватизации, а так само регионального развития. Это очень хорошая, я уверен, форма именно такого общения и выработки решений. Только путем такого плотного тендема органов власти и бизнеса, выработая общие, взаимоприемлемые и в принципе выгодные решения, такие взаимные решения, можно дальше развиваться всем. Плясовка дала мягчимость почуть один одного, бодай, наибольшь наболелой темой для малого и среднего бизнеса сегодня з'является налаживание диалогу поміж органами влады и предпринимальниками. Коли держава чекает эффективного унеска субъектов господарения у экономику, то бизнесмены так само чекают поддержки и пелной свободы для выстроивания экономичной жизнездольной стратегии своей справы. Беспокоит ситуация в бизнесе, ситуация оттока людей, ситуация закрытия малых предприятий. И хотелось бы, конечно, вернуть доверие бизнесу, государству. Очень хочется, чтобы государство наладило такое частное партнерство, государственное частное партнерство, чтобы был диалог, чтобы бизнес слышали. Сирот наибольшь в острых тем диалогу проблема инвестиций, а так само регионального развития. Относно першого разгорнулася немалая дискуссия. Эксперты назвали необходимые умовы для протягнения замежного капитала. Утым леку привабность экономичного осередия для таких инвесторов. Бизнесмены ж зауважили, что белорусская экономика повинна быть теканой, найперш, для айчинных инвесторов и предпринимальников. Относно регионального развития говорили про необходимое супрационерство мясовых органов улады и предпринимальников. Эксперты подкреслили значность децентрализации экономичных приоритетов для регионов. Кожная местовость имеет свои особенности развития и свои потребы. Удельники диалогу зарабили акцент на том, что хотят развивать свою справу тут, в Беларуси, иметь для этого належные умовы. В прошлом году мы стали резидентами с достаточно серьезным предложением и амбициозным. Это разработка универсальной цифровой платформы для транспортной отрасли. У нас достаточно большой опыт работы в транспорте, и мы хотим применить те наработки, которые у нас есть, для совершенствования всей системы транспорта. Естественно, что для этого потребуются и экспертные оценки других компаний, и платформа не носит характер какой-то замены чему-то, она является гармоничным дополнением. Удельники сустречи подкреслили, как для развития внутреннего бизнеса, так и для притягнения замежных инвестиций необходимо вызначить так званые бренды. Утым леку и на региональном узровне. Это в сукупности с другими факторами может быть добрая зачепка для развития предпринимательства. До речи, некоторые простойники господарки региона такие зачепки уже нашли. Агроусадьбы, я считаю, что это один из лучших проектов государства. У нас есть прекрасные люди, прекрасная природа и Европа, и та же сама Америка едет к нам, потому что есть на что, даже в этом отношении и свои плюсы есть, то, что мы немножко, может быть, не так технологически развиты, но зато мы сохранили землю в том виде, как должна она быть. По завершении диалога, все пропановы будут систематизованы и опрацованы. И для того, как я не знайшли свое длюстрование в дальнейшем принятии решений по развитию экономичного сектора, а так само участцы корректировки нормативно-правовых документов. Вероника Яковец, Александр Севицкий, Телерадио, компания Брест.